Здравия желаю, дамы и господа! Да благоволит нам Господь! С вами Гриба Бас! И Джон Клюкер. У нас радостная новость. К нам пришла посылочка. Посылка эта из Москвы. Ну, ушла она недолго, меньше недели, наверное. Кто нам посылал уже письмо мне на почту, там написали. Я, в принципе, уже примерно знаю, что там находится. Там он, это посылка, кстати, от Андрея и Ксении. Большое спасибо вам. Андрея и Ксения, вам большой привет. Большой привет. От нас, с города Инты. Сегодня у нас было, кстати, пять градусов. Пять? Ну, в принципе, всё, уже осень у нас попёрла, вовсю. Он сказал там всякие эти, типа морепродукты сушёные, что-то такое. В общем, это еда там. Сейчас будем открывать и смотреть. Смотрим. И смотрим. Спасибо большое. Сейчас я покажу, откуда посылка. Я заклеил адрес, чтобы это... Ну, заклеиваем, потому что зачем. Вот, Грибобасу адресовано надо. Угу. Так, Грибобас, вот. Давай. Сенсей, Грибобас, на тебе ногу. Спасибо большое. А ты не так взял. А как? Это взял вот так, и так просто сверху берут. А я... А ты так. Спасибо большое. Давай сверху. Сверху возьму. Спасибо большое. А ты не порежься. Нет, аккуратненько буду. Так, где мне срывать-то её? Вообще. Вот по бокам или как? Ну, Грибобас, сядь. Во-первых, не видать посылку. Сиди открывай её. Хорошо. Ну, вот здесь вот швы, вот здесь, смотри. Вот здесь, вот видишь? Ага. Вот здесь надо надрезать. А вот здесь. А, и вот там, видишь, открывашка, вот смотри. Так, 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 и она вот так откроется. Понял. Давай сейчас сделаем. Спасибо. Я открываю здесь, чтобы видно было зрителям. Ага. А, понял. Угу. Так. Всё, я поставлю пока вот так вот. Так, видать? Угу. Нож такой острый, что это... Нож острый, кстати. Спасибо, Джон. Режет это... Ну... Картон. Картон сразу же. Ну, я его не точил, это вот как он пришёл. Недалеко слишком, вот здесь. Ага. Угу. Щапочка так. Угу. 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 Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Вот. Вот типа конфеты или батончик. Банана. Батончик наверное. А. Банановое суфле с малиновым джемом в темном шоколаде Шоко бананы. Угу. Показывай. Давай. Угу. Угу. Сушеная ленина. Нифига себе. Сушеная? Угу. С брусничным листом. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Это интересно, попробуем. Попробуем. Ну-ка, дядь уже. Стой, стой, сейчас. Красивая сутка. Показывай. Покажу. Сырокопченые колбаски из оленины. Из оленины? Угу. Ух. Сейчас, подожди-ка. Пикантная новинка от признанной гурманами марки Imperativ. Колбаски сырокопченые. Попробуйте три вкуса. Ух ты! Три вкуса? Да. Ну-ка, давай. Так. Давай, что обещали, сейчас сразу продегустируем. Ага. Это вот. Это. Не-не-не, все-то не будем. Вот это попробуем. Ага. Давай. Сейчас мы попробуем юбочки-гребешки в оригинальном соусе. Состав. Тут написано, правда, не юбочки, а кубочки. Но, видимо, опечатка. Ммм. Ребешка, сахар, соль, виноградный сахар, гидролизированный белок, сорбит, приправы. Ну и там всякие уже химия. Угу. Угу. Там ножницы есть там? На ОМ ножницы дай, пожалуйста. Ага, сейчас. Пожалуйста. Тут есть, правда, вот, можно было оторвать вот так вот. Ну, я ножницы. Да, ножницы. Давай, подержу. Угу. А теперь берёшь, да? Да. Угу. Угу. А вот, смотри, вот так вот получается. Ух ты. Там ещё осталось. Да? Отлично, Джон. Ну-ка. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи благослови. Более отца, сына и святого духа. Аминь. Более отца, святого духа. Аминь. Приятного аппетита, Джон. Андрей, Ксения и Ксения, вам здоровья. Большое спасибо вам. Ещё раз большое спасибо за такие вкусные подарки. Будем делать видео, дегустировать, показывать. Большое спасибо вам. Обзоры этих продуктов интересных. А сейчас вот первый обзор дегустации юбочки гребешков, да? Да. Так? Угу. Убери, либо у вас, пробы. Давай, ты пробуй, потом говори, что такое. Ага. Так, поближе, показать, чтобы было понятно. Угу. Ну ничего. Знаешь, что меня напоминает? Такая, как жёсткая жвачка. Вот что. Как будто её живёшь-живёшь, она не кончается. И вкус такой приятный, такой, вот такой, такой, как слава, такой солёненький, такой, так тянет, вкусненько получается. А вкус хороший. Да. Ммм. Жевать её надо так. Большое спасибо вам, товарищи. Вкусненько. Ммм. Угу. Специфически. Она ещё, видимо, сделана в этом соусе, в таком вот этом. Ну, потому что чувствуется сладкий. Угу. Сладкие они. Угу. Соли почти нету. Угу. Давай, может быть, сразу попробуем, знаешь что? Что? Мне охота попробовать сушёную оленину с брусиничным листом. Давай. Ну вот, на этот, на мой вкус, вот эти гребешки. Вкусные. Ну, смотри, вкусные они очень. Их можно даже с этим, с чайком, да? Можно, можно, можно. Типа, как чаёк пьёшь и это. Да, да, да. Ну, пиво-то мы не пьём, а так. Ну, пиво, да. Вот чай и вот снимем, можешь попробовать потом будет. Штука хорошая. Будешь в кино смотреть и отжевать, да? Да, спасибо большое отжевать им. Погадал мне вот самое. Вот, охота попробовать. О, а что такое? А, это. А, это типа соль, что ли? А, это была вот соль, получается, здесь. Ух ты. Я не заметил. Я только сейчас увидел. Вот, там в пакете, наверное, соль была. То есть можно подсаливать. Так, я понял? Выходит так. Дай мне эту доску. Пожалуйста. Так, стой. То есть это получается по желанию. Хочешь, подсаливаешь? Да, да, да. Так, стой, дай пока. Туда? А, нет, это какое-то чёрное. Ну-ка, покажи, покажи. Блин, я не знаю, что такое. Ой, я не знаю, это есть. Я даже не знаю, это же чёрная какая-то штука. Угу. Фиг узнает, а вдруг это есть нельзя. Не знаю я. Или это может перец с солью? Угу. Странно. Странно. Угу. Не понял я. Или это оно может так мараться, что перец? Выходит так. Давайте, Ксения, мы пока пробовать не будем. Это, Ксения, Андрей. Что это за штука такая? Ха-ха. Напишите нам в комментариях, я пока это боюсь. Я тоже, ага. Не пойму, приправа это или что это такое? И что это за чёрная такая штука? Чёрная, да. Угу. Так, а где это? Ну, там же написано. Вяленое мясо известно. Это я уже такое читаю. Вяленое мясо известно с древнейших времён. Легионеры Александра Македонского в долгих переходах, по свидетельству историка Гириадонта, «Сохраняли бодрость духа, силу и мужество исключительно благодаря вяленому мясу живительная сила оленевого мяса императив, не отобранное огнём передаёт бодрость духу и телу. И теперь вяленое мясо сохраняет все необходимые элементы, витамины. Кроме того, мясо императив – это ещё и прекрасная закуска к красному вину и пиву. Ну, разнообразное… Так, сейчас, подожди-ка. Разно… Ну, тут просто как бы и слово неправильно написали. Разнообразящее… Разнообразно любой… А, нет, разнообразящее любой столб, на котором вяленое мясо императив по праву займёт императорское место. Ух ты! Производитель, мне интересно, кто тут. Ага. Откуда скачу? Сейчас поищу. Давай. Угу, угу, угу. Московская область. Пушкино. Метро Пушкино. Это тут адрес. Это упаковано написано под вакуумом. Под вакуумом. И тоже приправа такая вот. Ты думаешь приправа? Ну, не знаю, как тут. Ну, что, стой. Кстати, пахнет сырокопчёной колбасой. Да? Ну-ка, дай-ка. Стой. Вот, посмотрите, сколько тут мяса этого. Угу. Да, по кусочку. А что такое вот это? А, то есть написано по-русски. Так, сейчас посмотрим. Ну что, откроешь, может, посмотрим, что такое? Не-не, это написано абсорбент. Абсорбер. Несъедобно написано, несъедобно. Понял. А тут иероглифы. Ну, тут, наверное, тоже может быть что-то такое фиг. Угу. Может, абсорбент какой-то. Понятно. Ну, это сладкое. У тебя лишь зубы. Угу. Грубо говоря, это вторые зубы. Угу. Тебе только это, знаешь, как бы это, по кусочку. Угу. Ужелать, чтобы она, ну, размякла. Угу. Угу. Ну, вот это вкуснее, чем, конечно, гребешки. Угу. Да? Угу. Угу. Ужелать, чтобы она размякла. Угу. Теперь лишь зубы, слои, 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 а я-то вот. Угу. А еще как же? Напоминает этот сырокопченую колбасу. Угу. 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 Слушай, а еще какая штука? Их, может, с чаем же, может, пить или как, да, вот эти или как? Или нельзя? Не, написано с красным вином и пивом. А-а-а. Угу. Ну, если вот брать сушеное мясо в поход, Угу. Вот, допустим, за место это, ну, там, в дороге там взял, сушеное мясо достал. Угу. Ну, это надо самому сушить. У нас оленина продается, в принципе. Взять оленину, допустим, какие-нибудь там сделать полоски сушеные оленины. Угу. Ты же видишь, смотри, она уже тоненькая, как вся порезанная, тоненькая. Вот что. Ну, там, видимо, кусочки режут, она просто высыхает и тоненькая становится. Угу. Угу. Ну, спасибо за внимание. Угу. Все, давай, гриббас, заканчиваем на этом. Да. Спасибо за внимание. Все было вкусно. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Дегустация будет продолжаться. Всем удачи. Всем удачи. И подписывайтесь на наши каналы. Три канала. Грибобас, Тони и Джонни и Джон Клюкер. И все будет хорошо. И будет все окей. Короче, у тебя 8 сентября было 5 тысяч подписчиков. Уже 5 было? Да. Ой. Потом это вчера, это у нас вчера 9, 9 сентября на канале Тони и Джонни была такая цифра 3333 подписчика. А у меня на Джон Клюкере было недавно тоже, ну, где-то 8 сентября было 6500 подписчиков. Типа очень маленько. Молодец. Да, это у нас все каналы там, наши эти каналы получаются совместные. Вот. Спасибо, что подписываетесь, Спасибо, что всего хорошего. До свидания. Вот я читаю отзывы там, в принципе, людям нравится, люди, ну, нравится смотреть ужины. Ужины все вот просят нас это снимать. Ну, будем снимать обязательно ужины. Да. Походы будем снимать. Вот, в эти выходные собираемся тоже в походы. Грибы-то, наверное, уже там померзли. Грибы-то. Ну, так отдохнуть, может быть, ягоды там пособирать. До свидания. До свидания.